Добрый день. Фишер Куб – это один из наиболее популярных шипмодов кубика Рубика. Его когда-то изобрел Тони Фишер и по его фамилии названа эта модификация кубика 3х3. Поскольку он создан на крестовине от обычного кубика Рубика, то есть собирается он очень похожим образом. Но есть некоторые отличия. Суть модификации в том, что углы и ребра обычного кубика здесь выглядят немножко по-другому. Вот это ребра, вот это углы. То есть они как бы поменялись местами. Также центры на верхней и нижней грани такие же, как на обычном кубике. А на боковых они имеют два цвета и располагаются вот здесь вот на ребре самого куба. Соответственно, центры могут иметь разную ориентацию и за этим моментом нужно следить. В перемешанном состоянии Фишер Куб теряет форму и представляется вот такой вот колгофония различных элементов. Многих это пугает, но по сути здесь нет ничего страшного. Этапы сборки такие же, как и в обычном кубике. Сейчас мы подробно со всем разберемся. Первый этап – это крест. Ну, к примеру, начнем с белого и собирать крест будем сразу правильный. Смотрим. Вот у нас стоит оранжево-синее ребро. Рядом с ним должно быть какое-то ребро с синим цветом. Находим это ребро. Вот оно. И ставим рядышком. Вот синие цвета с одной стороны. На центр пока внимания не обращаем. На эти их мы развернем чуть позже. Вот это ребро стоит уже правильно. Ищем еще одно. Вот оно. У нас оранжево-зеленое. Ну, мы его просто поставим на свободное место. Я думаю, этот момент трудностей никаких вас не вызовет. Теперь нужно расположить ребра под своими центрами. Мы видим это ребро зелено-красное. Центр зелено-оранжевый. Зелено-красный центр у нас здесь. Проверяем. Зелено-оранжевый. Синий-оранжевый. Синий-красный. Теперь, чтобы собрать крест до конца, мы развернем вот эти центры так, чтобы они совпадали по цветам с крестом. Для этого мы берем, поднимаем наверх уз креста, отводим его в сторонку и поворачиваем в центр нужной стороной. Проверяем. Все совпадает. Возвращаем на место. И так делаем с каждым. Поднимаем наверх, отводим в сторонку. Поворачиваем нужной стороной. Возвращаем. В отличие от других шейп-модов кубика-рубика, здесь очень легко определять, как нужно поставить центр. Всего лишь два цвета. Можно посмотреть, что красный слева, синий справа и также поставить центр. Продолжаем. Синий слева, оранжевый, справа. Отводим в сторону. Ставим в такое положение центр. Все хорошо. Опускаем вниз. Ну и четвертое ребро. Отводим в сторонку. Крест собран. Дальше нужно собрать первые два слоя. Можно собирать как метод для начинающих. Можно при помощи F2L. Покажу и так, и так. Видим. Вот уголок. Фишер Купи. Он выглядит вот так. Белый цвет направлен вправо. Берем в стандартное положение. и делаем пив-право. А то уголок становится на месте. Видим дальше. Белый, синий. Место его здесь. Смотрит на нас. Нужно сделать обратный пив-право. Ну или пять простых. У нас тут пара целиком поставилась. Дальше. Белый, оранжевый. Опять направлен вправо. На один пив-право. Ну и бело-зеленый. Направлен вверх. Достаточно сделать три. Первый слой собран. Собираем второй методом для начинающих. Находим ребра. Ребра одноцветные. Вот синяя стоит уже на месте. Вот, например, есть оранжевая. Ребро имеет одну ориентацию. Поэтому можно ставить его с любой стороны. Ну, к примеру, отсюда мы поставим его сюда. Как в методе для начинающих. Единственный момент, который стоит здесь учитывать. Если вы собираете второй слой алгоритмами под названием ромашка, лесенка, их лучше не использовать. Поскольку эти алгоритмы переворачивают центры. Еще раз покажу. Вот, пример, красный. Если ставить его сюда, мы его отводим влево. Поднимаем. Возвращаем. Возвращаем. И вот, как бы образовалась пара. Ее отводим в сторону. Поднимаем слот. Вставляем. И опускаем. Зеленый. Можно с этой стороны ставить, можно с этой. Не важно. Отводим. Пара. Вставляем. Вот первые два слоя собраны. Покажу еще раз, но уже используя F2L. У нас собран крест. И начинаем собирать пары. Мы видим. Бело-красная пара. Можно подумать, что это пара, которая решается вот так. Вот нам получается пара. Но в Fischer Coupé ребра симметричные. Поэтому эту пару можно также решить как трехходовку. Сразу ставим над своим слотом. И загоняем. Дальше. Зеленая пара. Мы решаем так, как нам удобнее. К примеру, здесь я бы сделал вот так. Получили опять трехходовку. Готово. Оранжевая пара собралась сама. И остается вот синюю пару решить. Звучим. Разделим. Мы получили опять трехходовку. Готово. Первые два слоя собраны. При сборке OIL мы можем либо получить псевдопаритет, либо его не получить. В данном случае вот это стандартная палка. Если мы провернем стандартный алгоритм, мы получим крестовой OIL, который легко потом доделаем. Но возможны случаи, когда на верхнем слое не получается желтый крест. И как бы мы ни старались сделать из него крест, он не получится. То есть у центра будет либо один, либо три уса желтых. Это классический случай псевдопаритета. Об этом я снимал отдельное видео. На него будет ссылочка. Здесь подсказка. Но на всякий случай здесь повторю. Суть в том, что ребра у фишер-куба, они симметричные. И мы не знаем, правильно они стоят или нет. То есть по сути у нас сейчас вот такая ситуация. Одно ребро перевернуто. Решить это можно, как в обычном кубике Рубика. То есть, ну если методом для начинающих, просто ставим какое-нибудь вот это ребро сюда. И потом это же ребро, которое у нас отсюда вышло, ставим обратно. Либо используем более короткий логаритм. Извлекаем пару при помощи пиф-пафа. Отводим назад. Разбиваем на трехходовку. И выполняем трехходовку. То же самое сделаем и здесь. Извлекаем пару. Отводим назад. Разбиваем на трехходовку. И ставим пару на место. И сверху получается крест. Дальше все как в обычном кубике Рубика. В данном случае мы видим, что один угол ориентирован правильно. То есть, ну в данном случае это Рыбка. Можно повернуть вот таким образом. Да, и при помощи пиф-паф развернуть остальные элементы. Либо сделать Рыбку. Желтая сторона собрана. Остается сделать пилл. Фишер-куб. Это та головоломка, у которой в центре имеют свою ориентацию. И некоторые пиловые алгоритмы могут эти центры разворачивать. Поэтому здесь лучше делать в два этапа. В данном случае у нас ребра уже стоят на месте. Ребра вот эти вот. Допустим, что у нас было не так. Одно ребро на месте. Остальные нет. Возвращаем куб. Смотрим вот ребра на месте. И вот ребра на месте. В данной ситуации, конечно, можно сделать лямбду, которая не развернет центры. Но покажу для общего случая в два этапа. Два ребра. Ставим одно слева, другое сзади. Выполняем алгоритм из метода для начинающих. Обычную семерку. И ребра становятся на месте. Сейчас ни один угол не стоит на месте. Поэтому из произвольной позиции уже вот обращаем к себе. Выполняем алгоритм. Смотрим. Один угол встал на место. Берем его слева. И выполняем алгоритм. Еще раз. Все. Фишер-куб собран. Как видите, ничего здесь сложного. Только псевдопаритет. И при создании креста нужно развернуть центры. Единственное, PLL нужно делать в два этапа, дабы центры не развернулись. На всякий случай покажу полный пример сборки с объяснениями. Одно ребро стоит на месте. Синий-красный. Видим красный-зеленый. Поставим его рядом. Следующее. Вот зеленое ребро. Завпадает. Ну и четвертое ребро. Вот он стоит в удобной позиции. Ставим сразу вниз. Проверяем. Все усы креста стоят правильно друг относительно друга. Располагаем их под своими центрами. Вот зелено-красный, зелено-оранжевый и остальные. И разворачиваем центры. Вот здесь центр стоит правильно. Разворачиваем синий-оранжевый. Зелено-оранжевый. И зелено-красный. Крест собран. Собираем F2L. Видим вот эту синюю пару. Ставим ее на место. Оранжевая пара собралась сама. Дальше. К примеру, вот эта зеленая пара. И остается красная. Псевдо-паритета нет. Сделаем OLL. В данном случае это мягкий знак. Смотрим. У нас два красных ребра. Ставим их. Одно сзади. Другое слева. Выполняем алгоритм, который переставляет ребра. Смотрим вот этот угол на месте. И делаем алгоритм, который переставляет углы. Вот и все. Достаточно простая головоломка. Тренируйтесь. И все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok